Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. После подписания президентом страны закона о повышении акцизов на бензин и дизельное топливо, эксперты и депутаты Госдумы с опаской прогнозируют экономическую ситуацию. Сегодня об этом мы не только говорим с гостем студии, членом фракции КПРФ Владимиром Федоткиным. Почему так резко встал этот вопрос, как вы думаете? Дело в том, что государству не хватает денег даже на выполнение самых маленьких социальных обязательств, которые не записали в бюджет. Это и детские пособия, это и стипендии, это и пенсии и так далее. И государство ищет, лихорадочно ищет, где взять деньги. Есть два варианта. Можно посмотреть, как деньги используются. Бюджет, на который уже есть, а у нас в том году триллион рублей не использованы вообще, зависли. И 670 миллиардов в госкорпорации, это народные деньги, бюджетные, просто прокручивают в банках и все. То есть огромные есть деньги. Но там они, видимо, не хотят правительство портить отношения с олигархами. Поэтому проще залезть в карман населения, залезть в карман малого-среднего бизнеса, выжать то, что там еще осталось, а там осталось очень мало. Это, ну так сказать, более безопасно для них. Безопасно. Но я думаю, это безопасность относительная, ведь терпение тоже не бесконечное. Но, к сожалению, выбрали второй путь, опять в карманы населения, опять душит бизнес. Как это все проходило? Расскажите. Да, 27 февраля, сходу, причем это не было, планово так особенно, правительство Медведев внесло законопроект о повышении акцизов на бензин и дизельное топливо. Там планируется так, бензин и классом ниже пятого класса повышаются на 25% акцизы. Акцизы – это ставка, как бы дополнительная накрутка на цену, ну, скажем, идет она на табак, вот на бензин, на дизельное топливо, дополнительная накрутка. В цене ее в магазине не увидишь, но она сидит там в каждой цене буквально. Так вот, 25% на бензин класса ниже пятого, пятый класс – 35% накрутка, на дизельное топливо – 27%. И только за счет этого правительство планирует собрать с населения малого и среднего бизнеса 75 миллиардов рублей. Но надо учитывать, что это уже второе повышение в этом году акцизов. Первое было с 1 января, записано в бюджете, и там планировалось 37% увеличение ставки акцизов на бензин и 20% на дизельное топливо. И там они подписали, что 89 миллиардов рублей соберут, так сказать, со страны, со всей. Ну, как же так получать, что дальнобойщики те же видят, что проблемы есть, а у депутатов некий другой взгляд на это дело? Да, действительно, многие, как и дальнобойщики, и другие малые и средние бизнесы, они просто разорятся, потому что они смогут без конца повышать цену на свои товары и услуги, но если они просто не купят, и еды будут меньше покупать, и лекарств. А когда они разорятся, они вообще все перестанут платить. Не только акцизов, все. И этот вопрос задавал замминистру финансов Зубарева, который выступал у нас в Государственной Думе по этому законопроекту. Я говорю, вы просчитывали вариант, что в итоге вы получите не плюсом 165 миллиардов, а вы получите значительное за минусом, потому что все другие налоги отпадут. Он говорит, нет, в этот вариант не просчитывали. Попробуем так, порассуждаем немножко. К примеру, сельское хозяйство. Что будет с ним? Ну, сельское хозяйство. Наше предложение было от нашей фракции КПРФ уже этой весной крестьянам поставить дизельное топливо, масла, бензин по себестоимости. Не просто вот на уровне там с прибыль, а по себестоимости. Во-первых, меньше пойдут в банки, не надо будет брать кредиты, а там кредиты не всем дают. Во-вторых, не надо будет накручивать бешеные проценты на эти кредиты. И в-третьих, сами продукты, поскольку дешевле будет бензин, масло, дизельное топливо, сами продукты от молока, мяса до картошки и зерновых хлеба, они будут дешевле. И выиграет весь народ от этого сразу полностью. Но вот, к сожалению, эта идея пока откладывается, не принимается, а приведет этот рост акцизов, рост этих видов налогов на топливо к тому, что кто-то уменьшит посевные площади, кто-то сократит численность работающих, потому что невозможно будет все издержки компенсировать, а кто-то вообще разорится. Мы об этом говорили правительству, и мы сейчас снова готовим свои расчеты и свои предложения, чтобы отказаться и от повышения акцизов, которые были 27 февраля, и от повышения акцизов, которые были с 1 января. Кстати, наша фракция КПРФ голосовала против бюджета на текущий год, как раз потому, что там были рост цен, рост тарифов на услуги ЖКХ, причем необъяснимые, без расчетов. Рост акцизов, значит, над все товары, которые мы покупаем в магазинах постоянно. Какое количество депутатов Государственной Думы разделяет вашу точку зрения и, в принципе, что-то просчитывает? По какому принципу принимаются те или иные решения? Мы же все люди, и независимо от того, где... По политическому. Наша фракция, естественно, 100% против. Но я подчеркиваю, мы не просто против. Мы еще раз указали несколько конкретных резервов, где можно было взять деньги, вообще отказаться и от первого, и от второго повышения акцизов, заплатить детям войны, отменить сборы на капитальный ремонт, и это за счет внутренних резервов биржета. За счет внутренних резервов. Ну, хотя этот законопроект в таком пожарном порядке о росте акцизов принят, в этот же день Совет Федерации его поддержал, видимо, президент буквально, вот подпишет сегодня-завтра так, мы, тем не менее, вносим снова предложение с указанием резервов и настаиваем на том, чтобы уже у людей из кармана нечего брать. Со всех сторон, получается, обложили простого человека, и жить ему невозможно. Немножко тогда коснемся, действительно, вопросов приватизации. Это еще одна серьезная проблема, которой вы тоже занимаетесь. Это большая проблема. 24 февраля был принят законопроект о продлении срока бесплатной приватизации жилья, по жилищному кодексу, он 1 марта этого года заканчивается, до 1 марта 2017 года. Мы поддержали этот закон, хоть какая-то душно, хотя мы настаиваем на бесплатной приватизации жилья без сроков. Вот когда у человека возникла необходимость и возможность приватизации бесплатного жилья, вот тогда он это и сделал. У нас сегодня 4 миллиона семей стоят в очереди на жилье. Когда они получат? А если они получат после 1 марта 2017 года? Все, бесплатная приватизация для них отрезана полностью, да? У нас за последние 20 лет объем ветхого жилья возрос в 3 раза, аварийного в 7 раз по стране. Когда они смогут из этих аварийных домов выселиться? У них тоже будет полностью обрезана возможность бесплатного жилья, а плюс еще общежития и так далее, и так далее. У нас сегодня 51% домов требует капитального ремонта. Эти люди будут выброшены на обочину. И тут другая сторона еще стала проблемой. Сегодня на собственниках, кто приватизировал, уж очень большие нагрузки ложатся. Как говорят коллеги из правящей партии, правительство, собственность это не только благо, но и ответственность. А вот тут по многим областям стали очень серьезные припомны. Не принимают заявление на деприватизацию обратно. Не принимают. Или так звинчивают оплату за социальное жилье, что человеку и иметь в собственности жилье не по карману, и отдать муниципальную собственность тоже не по карману. Да что ж им на улицу теперь идти полностью. Я вам задам вопрос, который, наверное, вам не очень понравится, как депутату Госдумы. Все-таки ваши коллеги, вы в том числе, должны думать о народе, правильно? Почему же так получается, что любое решение все равно в обратную сторону работает? Как так получается? Очень просто. К сожалению, очень просто. Действительно, многие наши законопроекты, вот и против роста цен на бензин, и против ограничения срока приватизации, и разрешения деприватизации, у нас есть законы, которые подготовлены нашими специалистами, и более того, в каждом закону есть финансовое обоснование, где взять деньги в стране, чтобы не залазить никуда в карман. Но у нас в Государственной Думе коммунистов 92 человека, а коллег от Единой России 238. То есть силами только депутатов от Единой России можно отклонить любой законопроект, и можно принять любой, даже самый абсурдный законопроект, который не нравится. Мы много едем, выступаем, разъясняем людям, что, конечно, надо идти на выборы, конечно, надо прочитать, кто что делает, а главное посмотреть, кто что обещал в прошлый раз. Что получилось по факту. И кто как голосует. Ведь практически вот за бюджет текущего года, где сокращается финансирование на здравоохранение, на образование, там на пенсионные, на пенсии, на стипендии, против проголосовали только коммунисты «Справедливая Россия», а те другие фракции проголосовали «за». Ну как же так? Все против народа, и разве может такой бюджет поддерживать? Как один из коллег сказал, выступая в Думе, «В России денег больше, чем грязи». Вопрос, что они используются не в интересах народа. Я надеюсь, что наши телезрители все-таки услышали больше позитива из нашей с вами 10-минутной беседы. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, заходите на сайт нашей телекомпании город62.тв. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин